Девушки отдыхают Здравствуйте, дорогие мои! Намасте, намашкар! Сегодня у нас 12 декабря, в преддверии Нового года. Во многих странах мира уже ведется активная подготовка к празднованию этого дня. Сегодня мы приехали в Мумбаи. Сейчас мы находимся на станции Виктория. Знаменитая станция Виктория. Вот вы видите сзади меня здание вокзала. Очень красивое место. Правда, сейчас название уже переименовали. Сейчас мы спросим у мужа, как сейчас называют эту станцию. Привет! Парам, скажи, как холодная станция сейчас? Сейчас будет Чуваджиджа Тарбати Тарминэнс. Виктория Тарминэнс. Вот, сейчас название в честь Индианкинга. Да, Индианкинга. Вот, то, что он сказал, Абрухадабру это, это имя индийского короля. Вот, я не смогу повторить. Посмотрите, как красиво здесь. Вот, очень много, специально здесь построили такую небольшую площадку, где удобно фотографироваться. Очень много здесь туристов. Артур, помаши ручкой. Пленкер. Артур вчера упал, у него небольшая ссадина. Ну, как небольшая. В общем, немножко пострадал его фейс. Посмотрите, сколько много туристов приехало в Мумбаи. Вот автобус. Ну, и вот здесь, посмотрите, сколько на площадке много туристов из разных стран. Очень сумжемно здесь. Хочу сказать, что народ Индии очень религиозный. Но, вы знаете, будь то индуист, мусульманин, буддист или католик, ни в одной из религий не приписано празднование Нового года. Однако сейчас, я так думаю, конечно же, это под влиянием Запада. В Индии тоже стали праздновать 31 декабря. Есть в Индии праздник Дивали. Он приходится на октябрь месяц. Это праздник огней и красок. Очень красивый, яркий, красочный праздник. Его отмечают здесь с тем же размахом, примерно так же, как отмечают у нас Новый год. В принципе, праздник Дивали можно назвать индийским Новым годом. Здесь его отмечают с тем же размахом, как мы привыкли отмечать Новый год 31 декабря и 1 января у нас. Но вот в прошлом году у нас в отеле 31 на 1 число был полный отшлаг. Было очень много людей, отель был полон. Отдыхающие танцевали до самого утра, пели, танцевали, отмечали Новый год. И надо сказать, цены на номера были очень высокими. То бишь был очень неплохой бизнес. Поэтому мы сегодня и приехали в Мумбаи. Мы хотим прикупить что-нибудь к Новому году, чтобы украсить отель. Так что посмотрим, чем богаты предновогодний рынок Мумбаи. Посмотрите, как тяжело трудятся эти люди. Мужчины, женщины. Мы видим, что слабый пол не отстает от мужчин. Это государственная работа. И заработок у них приличный. Они зарабатывают примерно 500 долларов в месяц. Я считаю, что это классно. Даже по нашим меркам. Устроиться на такую работу не очень просто. Возможность есть. Например, если на вашем земельном участке государство вдруг решило провести железнодорожные пути, в таком случае государство просто обязано обеспечить жителей хорошей работой. Возможно, даже не такой. Возможно, даже не физического труда. Какой-то работой в офисе, например. Даже не имея высшего образования. Ну, конечно, также, возможно, родственники работали. Родители работают на железной дороге. Детям тоже обеспечивается работа в таких случаях. Или же, если кто-то, допустим, попал под поезд. Ну, не смешно, конечно. Тоже, допустим, кто-то из родственников попал под поезд. То другим родственникам появляется возможность получить работу. Таким хорошим, выгодным окладом. По пути к базару, где продаются разные украшения к Новому году, мы зашли на стадион. Крикет-стадион. Дело в том, что в Индии особо не играют, как у нас футбол, волейбол. Здесь самая популярная игра – это крикет. Вон мы видим вдалеке, как тренируются спортсмены. А зашли мы сюда для того, чтобы покормить Артура. Мы присели здесь на травке. Вот, смотрите, здесь много людей сидит. Кто-то отдыхает, а кто-то здесь живет. Вот, меня обступили вот эти вот детки. Хай! Они здесь живут, играют, крикет. Может быть, из них вырастут спортсмены. Посмотрите, как они с удовольствием снимаются. Их не надо даже упрашивать. Смотрят, машут ручкой. Вот такие вот. Может, они здесь понаблюдают, как играют профессионалы и скоро сами станут знаменитостями. Так что, сматривайтесь в эти лица. Вон там спит их мама. Здесь кушают, купаются. Ну, все как. Ну, это вот тут же рядом мы видим. Тут же рядом мы видим и обычных людей, которые пришли отдохнуть. О, а эти все... Хай! Хай! Писка вонар! Вот, смотрите, как они все хотят попасть. Ой, симпатичные детки. Вон, мы их тоже угостили немножко едой. У нас кое-что там осталось. Мы их угостили. Вот, видеосылфи. О, к ним подошел мальчик. Вот мальчик хочет их угостить печеньем. Так, вот такое вот мы... Так, ну все, бай-бай. Нам пора идти дальше. У нас нет особого времени. Нам надо много чего сделать. Мы сюда приехали для того, чтобы скупиться, ну и, конечно, отдохнуть. Вот мы подошли к мальчикам, которые здесь занимаются крики. Хай, гайс! Хай! Я из Украины. Ты знаешь Украину? Да. Что ты знаешь о Украине? Это страна. Я блогер. Ты знаешь блогер? У меня канал на YouTube. YouTube, ты знаешь? Да. Я блогер. На YouTube. Я делаю видео о Индии. Сейчас мы очень знаменитым. Он уже знаешь очень много о Украине. Он знает? Я буду видеть несколько сериалов. Он мальчик очень хорош. Он мальчик. Он мальчик. Он мальчик. Мальчика с меня угорает. Мальчик из меня угорает. Так, ну, в общем, короче, они здесь тренируются, и сейчас у них перерыв на обед. Перерыв на обед. Ланч, ланч, да? Ланч. Так, а эти, походу, нас преследуют. Вот, а теперь посмотрим их в деле, этих пацанов. Посмотрите, вот так вот они играют. Опа! Мне муж говорит, а тут опасно, надо подача, а то если мячик зарядит в голову, будет очень больно. Так что я опять рискую. Все ради вас, дорогие зрители. Так, ладно, все-таки нам надо двигаться, а то мы никак не уйдем с этого места. Все, good bye, boys. Bye, boys. Bye, boys. Bye, guys, bye. Bye, bye. Не хотят. Bye, bye. Bye, bye. посмотрите вот это вот рядом с вокзалом со станции виктория вот такой вот улица на которой продаются всякую всячину одежду в основном мужскую женскую вот огромная улица и мы видим сейчас вот скорее всего скорее всего было скорее всего прозвучала новость о том что сейчас придет полиция и они убирают то что было развешано за территорию дозволенную вот видите снимаю вот смотрите как они убивают смотрите как они убирают убирают все вовнутрь рубашечки футболочки честно говоря я пока иду иду ничего такого чтобы мне хотелось купить для себя не встретила парам купил себе шорты коротенькие простые парам хаума чаги фазы со шорта 250 рупий дешевые такие ничего не нет не супер но подойдет для матерана смотрите вот этот мужчина ходит и всем говорит о том что ребята вы сильно 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 расширили свой ларек вот он услышал наверное что я его снимаю вот не знаю как это значит это не полицейский не знаю как как называется это должность ну вот он всем говорит давайте давайте убирайте убирайте сворачивайтесь и расщепырились на всю на всю улицу когда-то и у нас такое было в харькове вот мы нашли киоск где продаются ночные рубашки мне хочется купить себе ночную рубашку так как иногда я вечером уже когда собираюсь ложиться спать на надо вдруг неожиданно выйти и мне приходится опять одеваться но у меня слишком откровенное то что у меня здесь вот в индийском стиле но у нас в принципе тоже такие в украине продают но в основном уже женщины постарше носят так сейчас мы выберем такой в которой не прилично было бы выйти в отель вот муж мой выбирает you like this вот моему мужу нравится светлое что-то хочу темненькое что-то боятся ну ладно сейчас это посмотрю выберу вот сказал что вот это вот катон честно говоря я не в бешеном восторге но из всего что я вижу тут мне некоторые не понравился материал повернее вот это вот неплохая вроде бы тоже мужчина там материал вроде как синтетика а это похоже на натуральный катон в общем мы остановились на ней how much за 200 рупий вот такой вот подарочек мне прикупили сеньки у мы вы видите мы его будет почин почин так так же как у нас тоже видите он дотронулся деньгами до другой одежды чтобы тоже продать у нас мы тоже так делаем торговля решили освежиться ананасовым соком посмотрите сколько он уже выпил ничего себе присосался артур вкусный сок этот микс ананасовый и апельсиновый ух ничего себе мы еще нравится что он из трубочки пьет вот это да ничего себе сейчас весь стакан выпьет такого еще не было как папа да у нас папа тоже очень любят соки мы его 1 мая они на 1 муринав вот это да артур нам далили еще презент нам сделали презент на тур не отказывается от добавки посмотрите какой что может хватит уже сынок а то лопнешь ну что вкусно было очень вкусно вот наконец-то мы пришли на улицу где уже попахивает новым годом вот смотрите продаются здесь разные фонарики вот смотрите какая штука имитация огня как будто бы огонь горит вот мы нашли и продаются елочные игрушки дождики колокольчики так ну что все-таки в индии тоже уже ведется подготовка к новому году вот мой муж там спрашивает что хочет прикупить а я знаю что потом расскажу мы хотим устроить небольшой праздник для клиентов я придумала типа как конкурсы устраивать и за победителем победителем вручать небольшие подарки я думаю это будет очень интересно ну вот мне кажется мы нашли то что искали вот это вот как раз подойдет для презентов и сами можем одеть можно наших сотрудников нарядить такие шапочки новогодние колпачки обручи частная на здесь мы что-то и выберем вот здесь смотрите какие елочки продаются красивые большие какие-то не сильно новогодние украшения вот елки какие смотрите ничего такие пушистенькие симпатичные о смотрите дед мороз санта-клаус вот это смотри дядь дед мороз тебе на новый год подарки принесет она же ты заказал что ты хочешь мы купили артур уже подарок на новый год ну это будет отдельное видео я сниму как мы будем праздновать новый год в отеле и там вы увидите в том числе подарок который артур получит на новый год пока пока санта-клаус прячется 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 вот смотрите какая красота Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Сто долларов стоит такой дедушка Сто долларов такой дедушка стоит Но тут их много Есть и подешевле Ну вот мы уже скупились И пришли на море На пляжик Сейчас здесь посидим 1 доллар 1 доллар 70 рупий 1 доллар Мой муж очень любит эти места Он вообще обожает Мумбаи И мы когда приезжаем Часто Да вот Вот Ну яндусы Парам говорит Что очень дорого здесь стоят Квартиры Но к сожалению Ничего не видно Из-за того Что в эту сторону Солнце С этой стороны Неудобно снимать Да-да-да Очень дорого Но В ту сторону Неудобно снимать Вот в эту сторону Можно Рассмотреть Артур и здесь Очень популярный Вот посмотрите Подошли ребята Артур отошел От нас Далеко К нему подошли Вот эти вот ребята Стали фотографировать Его вон Играть в песочек Он кстати Не сопротивляется Даже на ручки Его брали Оль какой Артур Твой друг Артур Майк френд Вот такая вот У нас вылазка Получилась Сегодня Сначала Пошопились Теперь Отдыхаем Нежимся На солнышке Вот посмотрите Как они отдыхают Вот здесь В тенечке Парочки Лежат На таких вот Подстилочках Обнимаются Не хотят Чтобы я снимала Вот видите Какие парочки Романтические Отношения Целуются Обнимаются Вот еще Вот тут все По парам Обнимаются Целуются Так Ну будем искать Где мой муж С ребенком Я просто Отошла в туалет И по дороге Увидела Такую интересную Картину О смотрите Прячется О этот по-моему Не против Он смотрите С двумя девушками Лежит рядом Какой султан Я не знаю Может быть Кто это Друзья Или что Ну вот это Похоже Что муж С женой Уже постарше Уже не стесняются А вот здесь Семья Мусульманская Женщины Дети Вон там Компания Вот посмотрите Как они реагируют Хай Девочки Мальчики Молодежь Так же Как и везде Отдыхают Так А вот мой А вот Парамюлук Артур Куда ты полез Ну как всегда Нашли какую-то машинку Трактор А Артур Ну все Дорогие мои зрители Будем прощаться Сейчас мы здесь Посидим Отдохнем А потом опять Пойдем на станцию И поедем в Нерал Потом в Матеран Завтра уже Спасибо вам за внимание Оставайтесь вместе с нами Еще будет интересно Посмотреть Как мы именно Будем отмечать Новый год До свидания Пока Подписывайтесь На наш канал Впереди вас ждет Еще много всего Интересного Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова